Он называл оборудованную под сейф-квартиру супермаркетом, потому что проходил туда, как в магазин на кассу. Я же не потратил ни одного юаня. Я просто их хоронил. Я даже не смел их тратить. Смертный приговор без права на отсрочку привели в исполнение на 24-й день. Хотя смертная касса в Китае обычно заменяется пожизненным заключением. Только за прошлый год за нарушение так называемых правил 8 пунктов, принятых ЦК к ответственности в Поднебесной, привлекли 197 760 должностных лиц. Обменивая государственные ресурсы на взятки, власть на богатство, партийные чиновники и слуги народа, совершающие это, в конце концов заплатят по счетам. Прутия клетки, в которые нужно прятать власть. Это тоже Си Цзиньпин про запреты для чиновников. Когда проведённый через бухгалтерию банкет или бонусы по итогам года, как повод попасть на карандаш дисциплинарной комиссии. И можно не сомневаться, она установит все источники нетрудового дохода. Сообщать о таких случаях призывают и всех сограждан. И присылать снимки нечистых на руку служащих. Даже если на фото обычный семейный ужин на отдыхе, а партия разберётся, по зарплате ли он. Именно роскошь на показ часто и губила китайских коррупционеров. Поэтому многие и ушли в тень, но многие и сбежали. Вернуть их на родину и к ответу здесь это целая спецоперация. Небесная сеть. Её набрасывают на фигурантов из так называемого красного циркуляра. Особый список беглецов, причастных к махинациям и растратам в госсекторе. Мэры и генералы, вице-губернаторы и директора госкомпании только за прошлый год таких выследили почти полторы тысячи человек, вернув в бюджет почти полмиллиарда долларов. И эта компания в Китае не имеет ограничений ни в сроке давности, ни в степени жёсткости наказания.